Вместе с водой в Рубцовск прибыли и краевые спасатели. За рекой Аной следят дважды в день. Последний замер 570 сантиметров, уже выше критической точки. Но это пока не главная проблема. Главный у нас ледовый затор по территории города протяженностью 5 метров. Пока вопрос прорабатывается с взрывниками, надеемся, что его так промоют. Лед не сильно толстый. После прошлогоднего бурного паводка в этот раз в соцсетях едва ли не ежедневно создают хронику первой волны. Вот оно и полный ледяных глыб, а вот вода приближается к участкам. На особым контроле еще один пункт – Шипуновское село Белоглазово. У нас горная местность, и вот по трубам идет с влагов вода, и вот некоторые дома там подтопили, дома 2, 3, наверное. То есть это вода от того, что тает снег? Да, да, да. Это не поводок? Это не поводок, да? Ну а через там, по-моему, еще метр до краев берегов. На данный момент тенденции к росту уровней воды и в Рубцовске, и в Белоглазово пока сохраняются. Обстановка в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Какого-либо значительного ухудшения ситуации подтопление жилых домов на сегодняшний день пока не зафиксировано. Накануне жители Олейского поселка Октябрьский сообщали о подтоплении двух десятков участков и нескольких домов. Но в целом сотрудники Алтайского гидромедцентра прогнозируют спокойную первую волну. Хотя некоторые реки и скрылись раньше средних многолетних сроков. Саби, передают специалисты, лед уйдет в середине апреля. Эксперты напоминают, что сейчас уровень воды повышается из-за таяния снега в низовьях рек в горах. Его этой зимой было не так уж много. А сезона дождей, к счастью, не прогнозируют. Анастасия Дороган, Наши новости.